Вице-министр энергетики Республики Казахстан Жандос Нурмагамбетов посетил Туркестанскую область с рабочим визитом. Встретившись с населением региона, он в первую очередь рассказал о текущем состоянии топливно-энергетического комплекса, обознатил стратегические направления по нефтегазовой и энергетической отраслям, также становился на части реализации газовой инфраструктуры, электротеплоснабжения, обеспечения населения нефтепродуктами и сниженным нефтяным газом. Казахстан входит в список стран самыми низкими ценами на горючие смазочные материалы. До повышения цен на дизель цена в стране варьировалась в пределах 230-260 тенге. При этом в России стоимость дистоплива в среднем составляла 345 тенге за литр, что дороже на 45%. В Кыргызстане цена выше на 64% и составляла 390 тенге за литр. В Узбекистане ежедес топлива дороже в два раза – 480 тенге за литр. В следствии низких цен в сравнении с соседними странами наблюдался неконтролируемый вывоз нефтепродуктов. В такой ситуации казахстанский дизель однозначно утекал в другие страны в еще больших объемах. Уже в этом году мы могли столкнуться с дефицитом в объеме до 850 тысяч тонн. Повышение цен на горючие смазочные материалы уже сегодня показывают свою эффективность. Вместе с тем, для увеличения объемов производства нефтепродуктов до конца 2027 года на Траусском нефтеперерабатывающем заводе планируется реализовать проект по увеличению объема нефтепереработки с 5,5 до 7 миллионов тонн в год. Кроме того, планируется расширение действующих мощностей шемкенского нефтеперерабатывающего завода до 12 миллионов тонн к 2029 году. Нельзя обойти вопрос поставок дизельного топлива сельхозтоваропроизводителям для проведения весеннеполевых работ. На сегодня для своевременного и стабильного проведения осеннеполевых работ в адрес сельхозтоваропроизводителей страны уже выделено более 419 тысяч тонн дизельного топлива по цене около 230 тысяч тенге за тонну на нефтеперерабатывающих заводах. С учетом доставки цена составляет 204 тенге, что ниже рыночных на 30%. Обеспечение внутреннего рынка сниженным нефтяным газом также является приоритетной задачей министерства. Объем внутреннего потребления сниженного нефтяного газа в 2022 году по стране составил 1,8 миллиона тонн. По сравнению с 2021 годом потребление увеличилось на 400 тысяч тонн. При этом производство сниженного нефтяного газа показывает отрицательную динамику. Таким образом, из-за низкой инвестиционной привлекательности для производителей, производство в 2022 году сократилось примерно на 400 тысяч тонн. При этом розничная цена на СНГ за литр в РК варьируется от 50 до 70 тенге в зависимости от региона. В сравнении с соседними странами цена на СНГ в РК ниже в 3-4 раза. Для Туркестанской области цена составляет 60-65 тенге за литр. Остановившись на системных мерах по газоснабжению региона, электроэнергетике, строительству, генерирующей установки с маневренным режимом генерации, возобновляемым источником энергии, теплу, электроэнергетике, заместитель министра ответил на самые разные вопросы населения. На совещании были всесторонне обсуждены поднятые вопросы, которые находятся на постоянном контроле правительства. Рожан Жаринбаева, Нурлебека, СК Рули, Новости.